Всем привет! Спортивный игровой канал РосФП. Сейчас попью. А, класс! По названию вы уже догадались, что у нас сегодня будет что? Правильно! Ностальгия по чемпионату мира 13-14. И это полуфинал 1-2 Бразилия против Германии. Как мы знаем, в реальности там просто сумасшедшие бразильцы вынесли, не знаю, вперед ногами в этом матче. И, естественно, я подумал, почему бы мне за бразильцев, так сказать, не выиграть. Тем более, если мы посмотрим на, в общем, там, в принципе, практически одинаковые рейтинги. Если их все складывают, там, 80-80-80, допустим, да, то Германия в общей сумме уступает всего на 3 пункта. То есть, практически равные команды. Поэтому тут, я думаю, никаких претензий быть, ну, не может. Вот. Ну, от вас, естественно. Ты перед началом подписывайтесь, ставьте лайки, если еще этого не сделали. И, естественно, нажмакайте на колокольчик. Колокольчик, это черт. Да вот, в принципе, нам что нужно? Вот, левый, правый, штрафные пенальти. Ну, капитаном у нас будет молодой Неймар. Который не играл на этом матче. Ха-ха-ха-ха. Блин, придется без Неймара играть. Уа-а-а. Ужас. Ну, давайте, пусть он у меня на запаске будет. Ну, я думаю, у вас не будет претензий. Просто я вспомнил, что в матче, по-моему, Бразилия-Колумбия, где там еще Давид Луис такую пушечку на колбольную забил. Вот. Были времена, были времена, конечно. Классно, классно. Трава зеленее была, люди лучше. Шутка. Вот. И еще проблема у меня с Халком. Может, его поставить. Ну, естественно, ладно. Пусть Джо пока, потом мы там что-нибудь придумаем. Четыре минуты. Звезда футбола. Все как обычно. Вот. Естественно, заставку мы пропустим. Нам только нужно, что правильно, по какой схеме будет играть наш соперник. Мы четыре-три-три. Вот. Я думаю, Вилен затащит вместо Неймара. Неймар у нас на банке, как был мем. Четыре-два-три-один. Ну, или четыре-пять-один. Вот, как мем был такой, типа, Неймар на баночке сидит там с переломанной ногой. Вот. И так сейчас вам, бразильцы, покажут. А в итоге, оп, и все. И до свидания. Я забыл мяч поменять. Но, я думаю, это будет не принципиально. Сегодня у нас солнышко светит мне в лицо. И здесь солнышко светит. И мешает вот тень всякая. Ну, Халк прорывается. Естественно, не хватает звука. А где звук? Сейчас, секунду. Все нормально. Звук на месте. Просто вам его вряд ли будет слышно. Вот. Немножко другая конструкция у меня при записи. Вот. И при каких-то суперопасных моментах, возможно, слышно. Вильян не отдал пас в разрез. Чертила. Вот. Ну, я думаю, мы сегодня минимум семерочку. Ладно, окей. Минимум трешечку-то им накатаем. Итак, это Оскар тут ждет передачи. Естественно, сразу же делает финт. Только не тот я хотел сделать. Ну, и можно пробить. Я, пожалуй, бухну. Чайка со смородиной. Ух. Хорошо пошла. Первая. Ой, ну это классно. Это классно. Оскар. Финт не туда я хотел сделать, но... Блин. Классно. Смотрите как. Ё-моё. Он сам чуть в стратосферу не улетел от такого удара. Это, знаете, это можно смотреть бесконечно. Бесконечно. Прямо в самую... Да, да. Прямо в самую... Туда. Вот. Всего лишь... Какая у нас? Девятая минута. Уже 1-0. И это я еще не подрубал нападение. Они уже ошибаются. Это реально звезда футбола или нет? Ну, блин. А тут уже... Тут уже нужно было на Халка отдавать, а самому не бить. Потому что там же не какой-то лох, правильно? Там голубой лох стоит. Да. Но я не знаю, почему у него голубые волосы. Не знаю. Спрашивать нужно у создателей этой чудесной игры. Вот. А пока что Германия атакует. Сейчас, естественно, читалось, что пас на Ройсе. Здесь Алвес. Халк. Ну и сюда. У Оскара. Вот сюда. Он туда там открывается. И можно будет ему закинуть за... Да. Хотел закинуть за шиворот ему, чтобы он там подобрал его и уже с ним что-нибудь придумал. Но не судьба. Надо в атаку идти, в нападение. Потому что пока что неинтересно. Учитывая то, что я хоть и один гол забил, но все равно не очень-то уж и классно. Вот. По Улинию здесь. Когда пошел в атаку, сразу что-то с обороны какая-то дресня. А здесь нужен, естественно, баланс сил, которого у меня нету. Вот баланс. Теперь он у меня появился. Даниал его спрессингует. Ну, скучно, скучно. Не люблю, когда скучно. Люблю голы. Вот. Вот Халк. Сюда. Пас в центр. На Оскара. Так вот. Ой. Когда можно было просто пробежать, а ты сделал фильм, чтобы обыграть. Но Буатенк настолько просто профессионал, что он пяткой отразил. Даже сам этого не понял. Ого. Вот это прикол называется. Здесь нас обыграли. Здесь Сильва. А почему-то он оказался в центре поля, но ничего страшного. Здесь передача на Джо, который, естественно, не успеет. Не знаю, будем ли мы выпускать Неймара, но не знаю. Не знаю. Но он у нас как бы болеет. В больничке лежит. Так сказать. Симулировает. Симулировает, да? Ужас, что я сказал. Без Неймара тяжело. У него там скорость 94. Он бы нам сейчас помог. Тем более у него сумасшедшие удары. Заброс мы сейчас... Да, все повезло. Мюллер очень скверно, очень плохо пробил. А, Ройс. На Узила. Узил тоже дресснотно играет. Вот пасы уже ужасно у него. Луис на Марселла. Здесь Виллиан. И можно, в принципе, спокойно. Нет, все. Я не могу без Неймара играть. Это просто ужас. Мы заменяем вот так вот. Мы делаем вот так вот. И потом вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И вот так. Все. Нормально. Теперь просто сейчас он выйдет. И мы покажем немцам, что мы сможем их выиграть. По крайней мере. Ну, 3-0-то я же обещал выиграть. Правильно. Поэтому мы это попытаемся сделать. Вот не получилось перехватить. Линия обороны у меня вообще нет. У меня прессинг, что ли, там стоит. Я даже не заметил. Ну, здесь Халкуся. И, естественно, Нойер это затащит. Потому что тут никуда не в девятку. Просто плотный удар практически по центру. Вот Неймар выходит вместо Джо. Вау, без фейса. Вот это просто шокич. Кстати, если Неймар не отдаст ни передачу, ни пробежит. Допустим, и не отдаст по 100, как бы считается, будет, что его как бы на поле и не было. А вот здесь Неймарчик. Сюда-сюда. Оп-оп. Видите, он легкий, красивый, классный. И без фейса своего собственного. А ввели он сюда. А сюда. Что я и предполагал. Накосячил. Немножко скучно стало уже играть. Неинтересно. В Песку намного интереснее играть. Здесь ничего не происходит. И у нас... Я же вроде поставил все установки, которые нужны. Там на автомате они должны стоять уже. Вот первый удар. Поворотом. Там, по-моему, Цезарь Навас стоит. А Билл кто? А, Зилл. Ну, тут понятно. Все понятно. Все понятно. Навас там, да, у меня или кто? Да, Джу... А, тьфу. Какой Цезарь Навас стоит. Он же костариканец. Джулио Цезарь там у меня стоял. Можно переходить уже в атаку. Естественно, Бразилия же и не в атаке. Ужас. Мы же не немцы. Не наоборот. Ой, Гетца тут побежал. Первый фол. От моей команды. Хорошо, что без карточки. Но... Узил хоть и лох, но он неплохо бьет штрафные. Поэтому сейчас будет немножко... Немножко опасно, хотел сказать. Но ничего опасного не было. Ну, что это такое? Ну, кто-то крутит-то, ё-моё. Так. Здесь можно отдать. А здесь можно отдать пас. И сюда, и всё. И переиграли. Первый тайм окончен. Дзынь-дзынь. Всё. Сейчас перерывчик будет. Можно пойти размяться на... Турничках. И пойти дальше. Всё. Пока. Отдыхаем. Значит, отдохнули. Всё. И теперь можно продолжать играть. Турнички классные были. Вообще просто классно. Ну, вот. Включаем прессинг. Подключаем здесь. Кросс. Как он такую вырезал-то? Классно. Ага. Перевод на другой фланг. Неймар плохо сыграл головой. Здесь ещё и пас хреновый. Ещё и Мюллер выигрывает подбор. Ещё и тут гол будет. Нет. Гёцца плохо играет головой. Естественно, он тут моткнулся даже. Ой, надо было ему тренировать это всё дело до чемпионата мира. А сейчас-то уже поздно. Сейчас-то уже поздно. Паулиния сюда. И потихонечку продвигаемся к... Когда они научатся отдавать паз в разрез. Вот треугольник здесь мы сделали. А можно вот сюда, сюда, на Оскара. Да, вот сюда. Сюда, сюда. Очень интересная игра. Вообще прям классная. Назад можно и вперёд. И вот сюда. И вот он здесь на меня вышел. И на Неймара. И Неймар пробежит. И паста ты отдашь или нет? Ну, хотя бы обыграй и пробей. Ну, тут отскокич. И он даже упал тут. Ну, вот здесь по сценарию должен быть удар. Ну, блин. Или паз. Я не знаю. Ну, откровенно. Ну, ещё и упал он. Ну, естественно, понятно, что... Это всё не просто так. Ещё один финн. Да хватит уже финн. Ну, давай! Вот это был... Удар, знаете, неплохой. Если бы здесь вот это мудило не стоял давить Луис. Всем своим большим телом загородил всё. И, мне интересно, стало сразу Фернандиньо. Он, естественно, выиграет. А вот Неймар стал брать игру на себя. Скорость 90. Скорость 100 с лишним. Там сколько у него... Вау! И это ударил Оскар. Ой, и вали в Китай, пожалуйста, обратно. Ну, зачем ты здесь? Из Челси в Китай свалить? Ну, это, конечно, крутая карьера. Классная. Прям вообще. Так, Неймар. Халк. Про него я уже забыл, что он на поле-то существует вообще. Куда он делся, называется. А вот сюда он делся. На Неймара пас отдал. Естественно, Неймар всех обидел. Да, да, всё. Скорость это не главное. Угу. Угу. Сильва сюда. Ой, как-то... Знаете, вот... FIFA это не футбольный симулятор. Это полная дресня. Ну, сейчас мы за эту дресню попытаемся пробить. И здесь Нойер. Ой. Забыл, что там настоящий вратарь стоит. Но ничего страшного. Так, Неймар. Естественно, по сценарию несколько... Десятка финтов. И слёту... Что это было? Туши свет. Просто туши свет. Я не знаю. Ну, 1-0. Для FIFA это очень мало. Сразу предупреждаю. Ещё и мы вверх проигрываем. Ещё и мы вот здесь вот выиграли вверх. Ещё и вот сюда пас отдали. Ещё и не точно. Ещё и... Ещё и нас обыграли тут. Ещё и отобрали. Ещё и вонозил тут атакует. Вообще, куда он полез? Я, кстати, не вижу Тони Кросса. Почему он не вышел? Вот очень странно. А, нет. Вот он меня там прессингует. По-моему. Не помню точно. Там фейс не разглядишь. Вот Неймар здесь. Передача на Халка. Не получилось. Гёцца почему-то в атаке вместо Мюллера. Что-то очень странное. Здесь всё происходит. Вот ещё шокич какой-то. Вот Азил сюда. Правильно. А почему-то мы вообще не атакуем. Можно, знаете, как сделать. В позиционку поиграть. То есть вот сюда. Там вот сюда. Вот это вот всё неинтересное. Отдать. И вот приказать им, чтобы они туда вот шли. Значит, атаковать. Вот мы сюда сыграем. И можно здесь просто вот так вот. А, да. И уйти за линию. И всё просрать. Ну, весело. Здесь. Ну, всё. Азил. Я не понимаю, почему Гёцца играет на нападающем. Это, наверное, очень классно ему. Там он хочет забить. Давно я не использовал вот это вот, чтобы он открывался. А вот передача на Нейморзито. Нейморзито сюда. У Оскар. Паулиния. Вот что-то мы двигаемся. Что-то придумываем. Но это как-то не очень. Вот. Мяч наш. Сейчас я яркость прибавлю. А то вообще тут солнце светит. Ярко очень. Алвес. А вот можно за Алвеса попробовать. Зарешать в соло. Перестрелял, да. Я слишком сильно нажал. Кнопку чуть не раздавил. Но и он слишком как-то бабахнул. Ну, это несерьёзно. Когда ты ведёшь 1-0 с Германией. Ну, бред же. Зачем так бабахать? Что это такое? Из карабина там. Буф. И что? Ну, давайте. Забейте мне хотя бы один, чтобы не... Это скучно вообще. Ужас. Так. Ну, и последняя атака наша. Я думаю, вот в ней-то мы, конечно... Ну, Круза на Цапнике играет вместо... Вместо этого. Вместо Гёца. Это очень интересно на это наблюдать. Ещё полный бред. Какая-то наркомания происходит здесь. Так. Мяч. Мяч. А почему мяч не наш? Ну, это, конечно, тоже очень интересно было вам на это смотреть. Мы победили. Это очень, конечно, хорошо всё. Но надо было голов-то побольше забить. Вот. Ну, мы можем глянуть на статистику, в которой мы немцев просто превосходим в разы. Ну, это не Германия, это какая-то трясня была на сложности мастер. Вот. Ну, а с вами был РусФПС. Не забывайте про... Про лайки, подписки. И вот сейчас я пойду записывать финал. И там, естественно, я зарешаю. Вот. Всё. Поэтому ставьте лайки, и будет вам финал. Вот. Всем пока. Всем пока.